здравствуйте ребята сегодня у нас химия 9 класс третий урок сегодня у нас новая глава и первый урок это из этой главы называется предмет органической химии теория химического строения органических соединений александра михалыча бутлерова и классификации органических соединений итак давайте разберемся что же за предмет такой органической химии с органическими реакциями человек познакомился очень давно именно тогда когда он стал существовать на этой земле человек научился разжигать костер научился приготовить еду на костре выделывать кожу обрабатывать растения для того чтобы по получать себе предметы обихода например одежду обувь далее человек научился немного перерабатывать некоторые растения собранные например собирал виноград и увидел что в процессе собирания виноградного сока виноградный сок может сбраживаться и человек научился получать из него не только сок но и выделяет спирт и получать уксусную кислоту многовековые навыки человечество позволили применить ему сложную технологию переработки органических веществ например древние египтяне и римляне научились выделять из растений красители синий индиго кстати это это краситель существовал очень много веков и он благодаря ему мы получили с вами такой популярный сейчас такую популярную сейчас одежду как джинсовая ткань из корня мандрагоры египтяне научились получать и красный ализарин и также пурпур как я уже сказала многие народы научились получать спирт уксус из сахара и крахмал содержащего сырья в средние века в общем то ничего не прибавилось никаких знаний не было получено прогресс начался только в 16 и 17 века когда получен перегонка некоторых веществ из определенных растительных продуктов например маграф выделил сахар из сакарной свеклы и это было экономически очень очень удобно и выгодно потому что до этого сахар научились выделать только из сахарного тростника естественно завозили и завозить из южной америки все это было достаточно накладным шейли получил несколько органических кислот это были яблочная лимонные кислоты щавелевая кислоты и руель из мочевины из замочить человека выделил минеральное удобрение мочевину и было замечено что органические вещества полученные из растительных и животных организмов в общем то обладает какими-то некоторыми сходными свойствами и отличается от неорганических веществ и полагали о том что все вещества полученные из животных и растительных веществ обладают некоторой живительной силой и так считалось достаточно долгое время пару веков пока ян берцеллиус не ввел понятие органической химии а в 1828 году фридрих вёлер не синтезировал эту же самую мочевину из неорганического вещества цианата аммония и уже начиная с 1828 года то есть середины девятнадцатого века начинается ускоренный синтез органических соединений из неорганических соединений и вообще синтез и накопление накопление знаний шло очень большими темпами и поэтому потребовалось расклассифицировать все эти знания как-то и дать им систематизацию кекуля ввел понятие органическая химия это органическая химия это химия соединений углерода в том же году в 1830 александр михайлович бутлеров разработал теорию химического строения органических соединений и так что же в особенного почему же все таки человечество считала что вещества выделены из животного и растительного состояния обладают одинаковыми свойствами оказалась вот какая вещь дело в том что у нас на планете есть один единственный элемент который имеет способность такой вещи как образовывать углеродные цепи циклы и всякие разветвления вот эта удивительная способность вот как раз и оказалось тем что у нас очень много сейчас органических соединений и каждый год происходит синтез этих органических соединений их количество постоянно увеличивается давайте посмотрим что же предложил бутлеров для того чтобы систематизировать расклассифицировать все вот эти знания которые помогли дальше продвинуть органическую химию и сделать дальше прогресс итак первое углерод во всех соединениях четырех валентин это надо знать и мы далее будем с вами вот это использовать в своих знаниях и так еще раз углерод во всех соединениях четырех валентин второе положение это то что сказал кекули атомы углерода могут соединяться друг с другом образу углеродные цепи и циклы атомы углерода соединяется друг с другом не беспорядочно а последовательно согласно валентности как попало они не соединятся и наконец четвертое положение свойства органических веществ зависит от последовательности соединения атома если первые три положения конечно понятны более-менее четвертое положение в общем то получается не очень понятно давайте с ним разберемся четвертое свойство будет у нас немножко по своему значению мы его немножко расширим и носит название понятие изомерия и так давайте с вами разберемся что такое изомерия в неорганической химии мы с вами все время писали формулу примерно вот так как у нас написано первая верхняя формула в иерархии c2 a6 о но в органической химии мы не можем с вами вот записывать именно так формулу это обычная брута формула собранная то есть она показывает только качественный количественный состав качественный это молекула состоит из углерода водорода и кислорода количественный это сколько атома входит в состав этой молекулы то есть два углерода шесть водородов один кислород вторая вторая строка показывает что в органической химии вот именно этой формуле могут соответствовать совершенно два различные вещества и вы сейчас можете на экране видеть о том что последовательности соединения у этих атомов совершенно различным в первом случае распределение атомов идет как ch3 ch2 o h во втором ch3 o ch3 первое это ну так всем известный спирт второе это эфир легко летучие соединения тоже хорошо горит но согласитесь что это абсолютно совершенно два различные вещества давайте теперь разберемся со следующими положениями значит то что углерод во всех соединениях 4 валентин давайте вот посмотрим и так на первая форму лица 4 это метан и я расписала углерод и показала связями соединение с водородом потому что углерод и углеродные цепи и цикла это является скелетом водород является как бы нарастание мяса до четырех валентности и так с четырех положений мы с вами расписали 4 валентности углерода и поставили туда как бы нарастили мясо это водород ниже формула соединили два атома углерода в цепь обратите внимание вот первый атом углерода значит вокруг четыре связи углерод 4 валентин одна связь идет на соединение с другим атомом углерода на три другие мы распределяем водороды второй атом углерода тоже 4 валентин вокруг него 4 связи одна идет на связь с углеродом три другие идут на связи с с водородом следующая формула верхняя в правом углу и нижняя нижняя в правом углу я бы хотела вам представить о том что между атомами углерода могут существовать не только одинарные но и двойные тройные связи то есть две и три валентности идут на соединение с углеродами и опять же здесь сохраняется четырех валентность углерода и так давайте рассмотрим левый первый атом углерода и так две связи у него идет на соединение с другим атомом углерода и еще две из четырех идут на соединение с водородом то же самое и с другим атомом углерода в итоге получается формула общая брутто формула как мы с вами писали в неорганической химии это c2 h4 и здесь будет вещество называться этен нижняя формула на соединение с атомами углерода пошли три валентности от каждого атома углерода и по одно и по одному по одной валентности на соединение с водородом естественно здесь опять же сократилось количество водородов и формула стала общая формула стала писаться как c2 h2 и называться этим и так давайте сейчас попробуем рассмотреть внутри какого-то одного атома изомерию и писать гомологический ряд первое гомологический ряд углеводородов которые имеют одну связь между атомами углерода и так первым веществом в гомологическом ряду у нас будет вещество с формулой c h4 это его молекулярная формула как мы выше отмечали вокруг у него будет четыре валентности на соединение идет четыре водорода второе соединение цепь состоящие из двух атомов углерода каждый углерод четырех валентин и мы уже разобрали о том что у каждого атома углерода здесь под будет по три водорода молекулярная формула c2 h6 и вещество будет называться этан следующее вещество это будет пропан в цепи будет существовать три атома углерода если мы рассмотрим каждый отом углерода у первого будет три атома водорода, у второго 2 атома водорода и у третьего тоже 3 атома водорода. Еще раз повторяю, общая формула С3H8 и общее название этого вещества будет пропан. Давайте теперь немного сократим. Не будем так расписывать атомы водорода, а просто, если вы это поняли, будем сразу писать количество атомов водорода, которое принадлежит каждому атому углероду в цепи. Например, следующее вещество. Мы рисуем цепь из 4 атомов углерода и согласно 4-х валентности будем сейчас расставлять водород. Возле первого атома углерода одна связь из 4 уже есть. Это означает, что осталось 3, то есть мы подставляем 3 водорода. У второго 2 связи вокруг него уже задействованы, то есть остается из 4 2. Мы ставим 2 атома водорода. То же самое у следующего, у третьего. Вокруг 2 валентности уже задействованы, остается 2, значит рисуем 2 атома водорода и в следующем будет у последнего задействована только одна связь и естественно остается 3 валентности, куда мы ставим 3 атома водорода. Общая молекулярная формула будет С4H10 и вещество это будет называться бутан. Давайте попробуем нарисовать следующий углеводород, 5 атомов углерода в цепи и соответственно расставить атомы водорода согласно 4-х валентности. Общая формула будет С5H10 и это вещество будет называться пентан. Вещества метан, этан, пропан и бутан и пентан будут составлять гомологический ряд и основу того, что всей органической химии, где мы будем только менять префиксы и суффиксы в корнях этих названий. Итак, давайте теперь разберемся, что же такое изомерия. Дело в том, что начиная с четвертого вещества в гомологическом ряду у бутана уже будет развиваться, существовать изомерия. Что же такое изомерия? Изомеры это вещества как раз с одной и той же формулой, но вот разные по строению. Значит, смотрите, если вот сейчас на кране у нас одно вещество с одинаковой формулой, давайте вот с вами посчитаем количество атомов углерода в первом, во втором и третьем веществе, но порядок соединения углеродов будет совершенно различный. Вещество, которое вы сейчас перед собой видите, имеет формула С5H10 и в первом, и во втором, и в третьем случае. Но это совершенно три разные вещества. В первом случае вещество будет называться Н-пентан, то есть нормальный, не разветвленный, он линейный. А вот теперь построим цепь из четырех атомов углерода и пятый атом углерода присоединим, присоединим, пририсуем ко второму атому углерода. Расставим водороды до четырех валентности. У первого атома углерода, я их пронумеровала, будет три атома водорода, у второго будет один, у третьего два, у четвертого три. То, что я выделила зеленая душка, это будет называться заместитель. Обратите внимание, он стоит у второго углеродного атома. Желтой чертой я обозначила главную цепь, непрерывную цепь. Это первое основное положение международной системы и ЮПАК, о том, что выбирается самая главная цепь непрерывная. Она должна быть непрерывной и самой длинной. Но у нас, оказывается, самая длинная, это вот прямая, состоящая из четырех атомов углерода. А все, что находится выше или ниже этой главной цепи, будет называться заместителем. Итак, заместитель CH3. Назвать его тоже просто. Если первый представитель класса алканов CH4 назывался метан, в слове метан суффикс «ан» мы заменяем на суффикс «ил». И получается CH3, это будет называться метил. Он стоит у второго углеродного атома и означает, что это вещество будет называться 2, то есть местоположение заместителя. То есть в префиксе мы обозначаем заместители, которые у нас расположены выше или ниже нашей главной цепи. Итак, 2, метил, и основная цепь состоит из четырех атомов углерода, это бутан. Общее название будет носить это вещество 2-метилбутан. Нижнее вещество, опять выделяем основную цепь, она будет состоять из трех атомов углерода. У второго атома углерода состоят заместители, они оба одинаковы и оба стоят у второго углеродного атома. Название будет следующим образом. Мы выделяем все одинаковые заместители, и если их будет 2, то перед названием заместителя мы ставим префикс ди. Итак, это вещество будет называться 2,2-ди-метилпропан. А теперь давайте попробуем с вами потренироваться. Назовите вещество. Вы должны его сейчас перерисовать, я вам помогла расставить, пронумеровать основную цепь и дать, и попробуйте дать им название. И второе вещество. Итак, первое вещество будет называться 2-метилпропан. Второе вещество будет называться 2,4-диметилпентан. Теперь давайте разберем классификацию органических соединений. Потому что в девятом классе органическая химия у нас только ознакомительная, и мы должны с вами ознакомиться, какие же все-таки классы соединений у нас в органической химии существуют. В школьной химии три главные темы. Это углеводороды, это кислород-содержащий, потому что в состав органических соединений может входить не только атомы углерода и водорода, но и атомы кислорода и азота. И поэтому две следующие темы — это кислород-содержащий и азот-содержащий органические соединения. Итак, углеводороды. Углеводороды бывают ациклические и циклические. А циклические – это не циклические. Я, собственно говоря, вам сейчас привела 4 класса соединений, существующих в ациклических соединениях. Это алканы, алкены, алкины и диены. Алканы – это органические соединения, где между атомами углерода находятся только одинарные связи. Алкены – это вещества с одной двойной связью между атомами углерода. И алкины имеют одну тройную связь между атомами углерода. Соффикс «ен» означает наличие двойной связи между атомами углерода. Соффикс «ин» – это наличие одной тройной связи между атомами углерода. И диены означает, с префиксом «ди» мы уже знакомились, это означает «два». И суффикс «ен» означает двойная связь. И означает «диен» – это две двойные связи. Циклические соединения. То есть атомы углерода собираются в цикл. Я привела здесь два класса соединений. Это циклоалканы и ароматические соединения. Итак, дальше кислород, содержащий соединения. Для ознакомления я здесь вам представила соединения спирты, альдегиды, кислоты и сложные эфиры. В качестве первого представителя спирта я взяла общую формулу такого известного вещества, как этанол. Это спирт. И красная душка я выделила функциональную группу OH. Уксусный альдегид в качестве функциональной группы будет иметь вещество группу СООН. И в карбоновых кислотах функциональной группой будет являться группа СООН. Функциональная группа сложных эфиров, точнее общую форму сложных эфиров я привела, где в качестве R будет стоять углеводородные радикалы. И, наконец, это азот, содержащие амины. В качестве азот, содержащих, мне бы хотелось вас ознакомить с аминами. Это вещества, содержащие аминогруппу NH2 и аминокислоты. Где наряду с аминогруппой содержится аминогруппа NH2. И группа, которая содержится в кислотных группах, это группа СООН. На этом сегодня наш урок окончен. До свидания. Встретимся с вами на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok